В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. 15 января в Московской области стартовала ежегодная акция «Подари вторую жизнь своей елке». Очень хорошая инициатива, я ее полностью поддерживаю. Мне кажется, это очень хороший шаг в будущее, в чистоту. Народным доктором Московской области стал офтальмолог Видновской районной клинической больницы Евгений Булава. Чувствуется, что доктор много видит, много понимает, поэтому дай бог попадать к таким битарам. Впервые на первенстве Ленинского городского округа по шахматам третье место заняла 12-летняя видновчанка Полина Тен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на одном из оперативных совещаний обратил внимание чиновников на отсутствие в питании школьников пельменей. После каникул в порядке эксперимента их включили в меню в Балашихе и Волоколамске. Будут ли это блюдо готовить для школьников в Ленинском городском округе, выясняла наша съемочная группа. Школьное питание всегда было предметом самого тщательного контроля. За его качеством и разнообразием присматривают несколько государственных структур, родители и коллективы учебных заведений. О качестве питания в видновской школе номер 11 говорит тот факт, что родители всех учеников, а их здесь более двух с половиной тысяч, написали заявление на питание и этому вряд ли стоит удивляться. Повышенное внимание к питанию учащихся вновь произошло после того, как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал чиновникам на отсутствие в школьных меню пельменей. Во все времена, в наши студенческие школьные годы, одно из самых действительно вкусных было это пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени. В чем проблема? Как выяснилось в ходе многочисленных опросов, многие школьники не прочь отведать пельмешек во время школьной перемены. В администрации округа также держат руку на пульсе общественного мнения и в курсе кулинарных предпочтений школьников. 98% детей довольны качеством питания, но вышло, что хотят детки не только, что дают меню, но и пельмени, и хачапури, и хангхинкали, и другие блюда. В настоящий момент в порядке эксперимента пельмени включили в школьное меню в Балашихе и Волоколамске. В администрации Ленинского округа вопрос пока прорабатывается. Впрочем, и сейчас детскому меню можно позавидовать. Ну что ж, завтрак позади, ребята ушли на уроки, но впереди еще обед. И посмотрите, в меню целых шесть наименований. Огурцы консервированные, щи из капусты со сметаной и курами, печень построгановский, пирог картофельная и так далее. В общем, дети, я думаю, будут рады. Приятного аппетита! Татьяна Брулова, Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 15 января в Московской области стартовала ежегодная акция «Подари вторую жизнь своей елке». По традиции, Ленинский городской округ активно присоединился к инициативе. В муниципалитете установили шесть пунктов по сбору лесных красавиц. Все ли они соответствуют стандартам, проверили члены общественной палаты. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. Член общественной палаты Ленинского городского округа Сабина Забирова в этом году впервые решила установить дома живую елку. Говорит, именно натуральное дерево создает настроение праздника. Раньше этого не делала, потому что выбрасывать живое растение всегда было жалко. Теперь такой проблемы нет. Четвертый год подряд в Московской области реализуется акция, которая позволяет подарить елке вторую жизнь. Замечательно, конечно, что у нас в Ленинском городском округе появился пункт, куда мы можем централизованно, культурно утилизировать старые елки, не портив внешний вид, облик города. Московская областная акция «Подари вторую жизнь своей елке» – это шанс помочь природе и животным. Еловые ветки используют на животноводческих фермах, изготавливают корма, богатые витаминами, а стволы перерабатывают в щепу, которую применяют в качестве компоста и почвогрунта для высадки новых елей. В Ленинском городском округе таких пунктов сбора деревьев шесть. Члены общественной палаты муниципалитета решили выйти в рейд, чтобы проверить, насколько площадки соответствуют нормам, установленным регионам. Видим, что в купельниках, допустим, все хорошо, висит плакат информационный, стоят два контейнера, то есть микрорайон большой, соответственно, нужно больше контейнеров. Но сегодня, проверив, мы видим, что реально соблюдает все нормы, ставит не возле домов, где-то выкидывает, а в контейнера. Очень хорошая инициатива, я ее полностью поддерживаю. Мне кажется, это очень хороший шаг в будущее, в чистоту. И совсем другая ситуация на Ольховой-6. Здесь из пункта по приему елок сделали просто настоящую помойку. Как видно, лежит весь КГМ, который уже не вывозили недели две, наверное, в перемешку с елками. Но ситуация, конечно, недопустимая, и нужно ее в скором времени исправлять. На стироделы мы связались уже в режиме онлайн. Если необходимо будет, от общественной палаты напишем письмо на имя главы. С полным перечнем адресов пунктов сбора елок можно ознакомиться в официальных аккаунтах администрации Ленинского округа. Площадки проработают до 15 февраля. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно-э-ТВ. Видновскую дирекцию и киносети, в состав которой входит телеканал Видно-э-ТВ и газета Видно-э-Вести, посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он поздравил сотрудников с прошедшими новогодними праздниками и Днем печати. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Журналисты телеканала Видно-э-ТВ и газеты Видно-э-Вести освещают деятельность народных избранников разных уровней. По традиции депутат Московской областной думы Владимир Жук приехал к нам в гости, чтобы поздравить коллектив с прошедшими новогодними праздниками и Днем печати. Вы делаете вот такую работу, которая реально показывает, что происходит. Вы берете интервью с теми, кто принимает решения, кто эти решения исполняет, кто их проверяет, то есть с государственными службами. Встреча состоялась в разгар рабочего дня. Владимира Петровича познакомили с творческим процессом производства новостей на телевидении. Провели экскурсию по студии и показали, как происходит монтаж сюжетов и подготовка материалов к выходу в эфир. Владимир Жук поблагодарил журналистов МАУК ВДК за их работу. Собрался коллектив, мне кажется, очень дружелюбный. Атмосфера такая рабочая. Обменялись мнениями о работе канала, газеты. Какие проблемы, чем можем помочь. Есть очень много общих тем. Поэтому надеюсь на дальнейшую работу совместную. Мне с ребятами очень приятно и комфортно работать. Отдельно народный избранник отметил высокий профессионализм сотрудников учреждения во время прошедшей в прошлом году избирательной кампании. Трое наших коллег были удостоены благодарственных писем от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Вообще очень приятно, когда твою работу оценивают не только материально, ведь зарплаты, но и когда дают грамоты, например, и говорят какие-то приятные слова, особенно о том, что высокий профессионализм, это написано. Это очень приятно, правда. Завершилось мероприятие, чаепитием, на котором обсудили насущные вопросы и планы дальнейшего сотрудничества. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Уже второй год подряд народным доктором Московской области становится врач из Ленинского городского округа. На этот раз в голосовании на портале Добродел уверенно одержал победу офтальмолог консультативно-диагностического отделения ВРКБ Евгений Булава. Наша съемочная группа встретилась с доктором, чтобы узнать, каково это быть лучшим в Подмосковье. Лечить людей он мечтал с самого детства. Евгений Булава шутит, что любовь к медицине привела ему мать еще до рождения, будучи в ту пору студенткой медучилища. А вот со специализацией он определился уже в институте. Офтальмологом я захотел стать после операции. У меня была миопия. Операция у меня произошла на втором курсе обучения. Уже когда был эффект, результат, так скажем, я загорелся, начал во время обучения побольше находиться в офтальмологическом отделении, брать дежурство, помогать докторам. После окончания медицинской академии в Астане Евгений продолжил обучение в Российском университете дружбы народов. Впрочем, учится он до сих пор. Операция сейчас работает на диссертации на тему «Диабетические изменения в сетчатке глаза» и параллельно повышает свой уровень в области офтальмологической хирургии. В консультативно-диагностическом отделении амбулатории Бутова парк Евгений трудится уже полтора года. К нему районные офтальмологи направляют пациентов с довольно серьезными и опасными заболеваниями. Патологии заднего отрезка глаза. В частности, можно назвать претинология. Область как раз диагностики заболеваний сетчатки. Различные дистрофии. Наиболее распространенные из дистрофии – это возрастная макулодистрофия у лиц после 50 лет. Это глаукома. Также Евгений Булава занимается диагностикой и онкологией органов зрения и врожденными нарушениями у детей. Его кабинет буквально напичкан современным оборудованием, позволяющим в мельчайших деталях рассмотреть в том числе сетчатку и зрительный нерв. Тут есть как довольно распространенные в кабинетах офтальмологов щелевая лампа и авторефрактометр, так и более редкая и сложная техника. Это ультразвуковая установка, которая позволяет нам сделать УЗИ глаза, оценить его размеры, ну и, так скажем, содержимое, оболочки. И посредством этого метода можно посмотреть. Здесь у нас уже более детальное обследование происходит. Здесь мы смотрим непосредственно сетчатку, сосудистую оболочку глаза послойно. Именно с приходом в амбулаторию Евгения Булавы вся эта аппаратура была запущена в дело. До этого пациентам приходилось ездить на обследование в Москву. Чтобы работать с такой сложной медицинской техникой, доктору пришлось пройти специальные курсы. Пациенты каждый раз удивляются столь богатому оснащению. Здесь уникальное буквально оборудование и со всех сторон действительно можно обследоваться. И очень понравился доктор, очень внимательный. Чувствуется, что доктор много видит, много понимает. Поэтому дай бог попадать к таким докторам. То, что его выбрали народным доктором Московской области, для Евгения стало полной неожиданностью. Он благодарен всем голосовавшим и заверил нас, что такая победа – еще один отличный стимул работать и развиваться дальше. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. 12-летняя видновчанка Полина Тен заняла третье место на первенстве Ленинского городского округа по шахматам. Впервые за полувековую историю этого турнира призовое место заняла столь юная участница. Девочка обыграла соперников намного старше и опытнее себя. С молодым дарованием познакомилась наша съемочная группа. Полина Тен заинтересовалась шахматами в пять лет. Папа Евгений познакомил дочку с правилами и рассказал о существующих тактических приемах, которые применял сам. Он еще в юности увлекся этой интеллектуальной игрой. Ей очень понравилось сразу. То есть она схватила эту идею и этот пыл у нее до сих пор не угас. Евгений Тен признается, что сначала немного подыгрывал дочери, но потом просто перестал с ней соревноваться. Понял, что в этом уже нет необходимости. Полина стала настоящим профессионалом. В шахматах это такой вид спорта, когда можно посидеть, подумать, поразмышлять. Именно папа, заметив способности дочери, отвел ее в шахматную школу «Импульс», где Полина занимается уже более шести лет. Полина действительно пришла заниматься шахматами в шесть лет. Маленькой, я помню, неопытной девочкой. Все ее обыгрывали. Я старался как по мере сил подсказывать. Она там расстраивалась, плакала. Но прошло некоторое время, и уже юноши считали за счастье обыграть Полину. Чтобы совершенствовать свое мастерство, Полина много занимается, участвует во всевозможных соревнованиях. Побывала практически на всех турнирах, которые проходили в Подмосковье. Пример для Полины – ее педагог Александр Болховитин. Международный мастер спорта по шахматам, многократный чемпион первенств Ленинского городского округа. Он меня учил. Я хочу когда-нибудь сыграть с Александром Рикторовичем и выиграть его. Еще не раз не получал? Ну, только один раз в Рапиде мы играли. Но это была тренировочная партия, так что я не думаю, что это можно считать. В декабре прошлого года 12-летняя Полина заняла третье место на первенстве Ленинского городского округа, обыграв соперников намного старше и опытнее себя. За 50-летнее наблюдение шахматной истории, чтобы девочка заняла третье место, ну, такого просто даже никогда не было. Против нее играли дяди, которым там, можно сказать, за 50 там. Естественно, они старались выиграть. Но вот то, что она уже выучила, многие дебюты есть у ней, как говорят, коронные дебюты, против которых трудно противостоять. Сейчас Полина – основной игрок команды округа, которая на всех турнирах добывает очки. Впереди у юного дарования много соревнований. Уже в январе девочка примет участие в областной клубной шахматной лиге. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова